Дорогие друзья, что является центром любого чаепития? Конечно же, самовар. Но есть он у вас в вашем доме? Я думаю, что нет, потому что самовары уже отошли в прошлое. Сегодня мы предлагаем вам гораздо лучшую альтернативу самовару. И в нашей студии сегодня Оля, которая расскажет вам про термопод, который мы сегодня вам предлагаем от бренда Майор. Здравствуй, Олечка, спасибо, что ты с нами. Ну и расскажи, пожалуйста, давно уже пользуешься термоподами? Добрый день, Лена. Я сегодня с большим удовольствием хотела бы, дорогие телезрители, представить вам этот самый замечательный чайник, который я когда-либо видела. Я пользуюсь, я и моя семья на протяжении долгого времени, и мы очень довольны. И я очень рада, что мне сегодня представилась такая возможность представить его, дорогие телезрители, вам, потому что это просто необходимость на каждой кухне. Так расскажи, пожалуйста, что такое термопод? Потому что многие люди еще не знают. Может быть, кто-то слышал, что это гибрид чайника и термоса, но вот как это все происходит? Расскажи, пожалуйста. Это все очень просто. На вид это выглядит как обыкновенный чайник, но в нем еще есть такая замечательная функция. Этот чайник может очень долгое время сохранять тепло. То есть он работает как и чайник, так же, как и термос. О, вот так вот. Так, а как все происходит? Расскажи, пожалуйста. Это все происходит очень легко. Смотрите. На этом чайнике, то есть вы заливаете воду в эту емкость. В этой емкости может поместиться целых 4 и 6 литров воды. О, это же много. Это же на целую семью. Да, это очень много. Это хватает на очень длительное чаепитие. Обратите внимание, пожалуйста. Этот чайник может набирать температуру 98 градусов и 60 градусов. И держать ее. И держать ее, да. Держит, если вдруг вы поставили на 98 градусов, и вода, она закипела, держит эту температуру, и потом постепенно начинает остывать. И этот чайник автоматически включается и набирает воду до необходимой температуры, то есть до 98 градусов. Точно так же происходит и с 60 градусами. Поэтому этот чайник всегда горячий. Он всегда держит ту температуру, которую вам нужно. Ага. Ольчка, расскажи, пожалуйста, как это происходит? То есть происходит за счет электроэнергии, либо еще как-то? Потому что он как термос. То есть я понимаю, что мы экономим электроэнергию. Не думайте, что это все только за счет электроэнергии. Да, да. То есть, конечно, для того, чтобы ему нагреться, ему нужна электроэнергия. То есть вы набираете чайник, набираете полный, включаете его в сеть. Вот мы видим, здесь есть розетка. Выставляете температуру, которая вам необходима. То есть, например, 98 градусов. Включаете его, пока вода закипает, лампочка мигает. Но как только лампочка перестала мигать, значит, вода уже нагрелась. И вы можете спокойно отключить его от электросети. Так же очень удобно. Здесь есть такая ручка. И, например, если вы затеяли чаепитие на террасе, вы можете очень удобно перенести его на террасу, поставить посреди стола. И несколько часов этот чайник, этот чайник-термос будет удерживать данную температуру. Без подачи электроэнергии. Без подачи электроэнергии. Вау! Ну, знаешь, скажи, пожалуйста, мне вот про эти два температурных режима. Почему именно 98 и именно 60? Ну, это очень просто. Например, черный чай мы всегда завариваем при температуре 98 градусов. То есть черный чай нужно заваривать всегда кипятком. А те люди, которые любят зеленый чай, они все знают, что зеленый чай кипятком заваривать ни в коем случае нельзя. Зеленый чай заваривается при температуре 60 градусов. И вы можете просто не ждать, пока чайник закипит, потом ждать, пока он немножко остынет, смотреть, остыл он, не остыл. А вы просто выставляете эту температуру, набираете чай, завариваете его и наслаждаетесь. Слушай, ты так вкусно рассказываешь. Давай мы уже, может быть, заварим чайку тогда. Хорошо. И продолжим нашим телезрителям тоже отпить с нами чайку. Ну, кстати, ты знаешь, давай пока мы тут завариваем чай, где у нас чашечки. Я тебе, кстати, могу сказать, что это еще очень удобно для детского питания. Вот тут мне пришло в голову, я даже попробую его сейчас сделать, пока мы завариваем чай. Хорошо. Так, в твоем чайнике 60, в моем 98. Да, да. Прекрасно. Итак, потому что вот часто ты сама мама и у тебя дочка, ты не рассказывала. И ты, как никто другой, знаешь, да? Молодые мамочки, очень это им знакомо. То есть ночью ребенок плачет, хочет кушать. О, да. Нужно вставать, включать чайник, потом смотреть, остыла ли водичка. И в этом случае вам этот чайник просто необходим. То есть вы в любое время ночи можете встать и не думать о том, что нужно вам заваривать кипяток. То есть он держит температуру, да? Да, он держит всегда температуру. То есть вы можете с закрытыми глазами пройти на кухню, набрать определенную бутылочку, набрать воды. Да, в принципе, можно много на кровать поставить, а не ходить на кухню. Еще лучше. Тоже, тоже. Потому что у нас удобная ручка, правда же? Да. Очень здорово, друзья, очень удобно. А ты знаешь... Лена, у тебя вода 98 градусов. А давай поменяемся, пока я тут накладываю. Ты знаешь, пока, кстати, я накладываю, ты, пожалуйста, покажи нашим телезрителям, как можно подавать воду. Потому что воду. Потому что у нас, друзья, три функции подачи воды. Три различных функции. Это очень интересно и очень важно. Я тоже вам повторяю. Хорошо. То есть, смотрите, здесь есть под носиком такая небольшая пластиковая насадка. Вы можете просто нажать... А где же вода? А где вода? Оля, а куда ты делала воду? Вы можете себе представить такую ситуацию, что у вас маленький ребенок, который уже дотягивается везде. И у вас стоит такой чайник. И вы, например... И он думает, что же это такое? Пытается нажать... И... И что, ими не получится. Да, здесь срабатывает функция защиты. Здесь есть такая кнопочка наверху. Написано «Открыть и закрыть». То есть, мы ее нажимаем, лампочка загорается. Это говорит о том, что мы можем использовать данную функцию подачи воды. То есть, смотрите, пожалуйста. И пошел кипяток. И пошел кипяток. Вы знаете, на самом деле очень удобно, потому что кипяток – это самая опасная ситуация вообще, какая может произойти... Самая большая опасность, которая может произойти на кухне, да? Особенно, когда в доме есть дети. Ну и, конечно, если даже у нас чайник опрокинется, хотя вот такую громаду «Попробуй-ка опрокинь», у него тоже ничего не прольется благодаря вот этой функции «Блокировки» и «Разблокировки». Абсолютно, абсолютно. То есть, ничего... Класс. Даже если он будет перевернут, ничего из него не выльется, и ваши дети, ваша семья будет защищена. Так, а я хочу попробовать другую функцию, потому что мне тоже теперь... Моя бутылочка ждет воды. Как мне еще можно налить воду? Смотри, ты должна теперь обратить внимание, для того, чтобы эта лампочка обязательно горела. Такс. Да, нажимаем. Друзья, очень вместе с вами. Видишь, она загорелась. Так, теперь подноси бутылочку к носику. Ага. Так, и здесь также наверху чайника есть большая кнопка. Ой, погоди. Давай. Я тебе помогу немножко. Давай. Просто нажимается эта кнопка. И пошла водичка. Так, мне, пожалуйста, 170 миллилитров. Так. Ну, почти. Ура! Все. Итак, закрываем. Очень быстро, буквально за 5 секунд. Питание для вашего ребенка. То есть вы теперь должны просто посмотреть, чтобы оно было немножко остыло, было не такое горячее. Ну, как раз та самая температура, которая нужна. Ну, скажи, пожалуйста, мы показали нашим телезрителям две функции подачи. А где же третья? А третья, это как раз функция та, которая вам необходима будет, если вы на террасе, если ваш чайник отсоединен от питания, вы также можете его использовать. То есть в этом чайнике еще есть также механическая пумпа. То есть мы ее выключаем, наш чайник, берем его с собой на террасу, на свежий воздух. И как бы сейчас нужно... Давай мы что-то приготовим для того, чтобы я могла показать, как она работает. Конечно, с удовольствием. Давай заварим супчик. Супчик? Хорошо. На дачу поехали, самое милое дело заварить супчик. Так, давай мы тогда уже заварим... У меня будет пюре. Ну, давай будет пюре. Давай мы уже заварим два супчика. У тебя тоже пюре? Нет, я хочу... Я вот этот возьму. Так, давай. Хорошо. Ага, так, еще открыть. Так. Так. То есть чайник у нас отключен, все-таки держит температуру. И вот так вот с помощью механической, ну, этой помпы или насоса мы можем подавать воду, да? Да. Кипяток. Кипяток. Класс. Ой, горечко. Так, можно мне, пожалуйста, тоже кипяток? Конечно, пожалуйста. Так, друзья, вы видите, что я выставляю сюда на край стола все, что мы готовим. И вы видите, что этого уже много, но в наших чайниках еще очень много воды, потому что чайник у нас объемом 4,6 литра, а этого хватает на 23 чашки воды. То есть это, друзья, не только на ваших гостей, а и на всю вашу семью, и еще и не по одной чашке. Класс. Ну, конечно, для большой семьи большая экономия. Скажи? Это в любом случае. Очень большое удобство. И, например, кстати, друзья, если вы заболели, и вам нужно пить много жидкости, то вот так же вы можете отключить его от электроэнергии, поставить рядом с кроватью и целый день пить чай. И не нужно вам вставать с кровати. В общем-то, сплошные удобства, удобства и удобства. Да. Или знаешь, как у меня часто бывает? Я что-то занимаюсь домашними делами, и потом думаю, не попить ли мне чаю? Набираю воду, включаю его и ухожу. Думаю, сейчас он скипит, и я приду и попью чай. Потом я когда вспоминаю, что я хотела попить чай, он уже холодный. О, да! И получается, я прихожу, опять включаю чайник, и опять это все. И я чай, в конце концов, так и не попила. Особенно с утра. Особенно с утра, да. Ты ходишь голодная на работу, думаешь, да что такое? Да, да. А чайник у меня целый день тут работал. Был постоянно включен, то есть это тратилось на это энергия. Вот это, кстати, да, это большая нагрузка на электропроводку. Да, да, да. А здесь я даже не должна задумываться. Я включаю, то есть у меня температура всегда стоит. Я подхожу, набираю горячей воды, пью либо чай, либо кофе. То есть сейчас Лена мне уже подготовила здесь стакан. Да, давай еще попьем кофейку. Попьем кофейку немножко. А я пока вам, друзья, расскажу, пока вы смотрите, как наливается вода в наш кофе, я вам расскажу еще раз про эту марку Майор. Я думаю, что всем вам она уже давно известна, потому что термопод мы предлагаем вам уже более 9 лет. И он уже более 9 лет на нашем рынке, и при этом уверенно занимает лидирующие позиции. Поэтому, друзья, звоните и заказывайте прямо сейчас. Тем более, что сегодня, заказав его на нашем телеканале, вы получаете в подарок еще и две упаковки чая Челтон. Высококачественного чая и очень-очень вкусного. Итак, мы попьем с вами зеленого чайку. Здесь у нас 60 градусов. Наш этот термопод держит температуру 60 градусов, что очень удобно. И не нужно задумываться, просто наливаете воду и пьете. То есть целый день у тебя под рукой есть кипяток. Например, даже если ты готовишь макароны, то быстренько залил кипяточкой из термопода. И макароны намного быстрее приготовятся. Тоже такое себе удобство. О чем, Лена, я тебе еще не успела рассказать, дорогие телезрители. У этого чайника еще есть функция самоочистки. Да, потому что мы прекрасно помним то, что набирается вода, потом после нескольких кипячений остается налет на стенках чайника. Для того, чтобы этого избежать, мы должны регулярно чайник чистить. Поэтому вы набираете полный чайник воды, засыпаете средства для очищения, включаете кнопку. Здесь кнопка называется автоматическая очистка. И ваша работа на этом закончилась. После того, как чайник сама чистился, то есть он кипятится, остывает, и потом, значит, эта кнопочка погаснет. И вы можете слить воду, немножко чайник сполоснуть и использовать дальше. Прекрасно, знаешь, очень прекрасно. Ну, кроме того, кстати, вы видите, друзья, на ваших телеэкранах очень красивый дизайн у нашего чайника. Знаешь, немножко похож на такой офисный кулер. Скажи. Очень приятно иметь дом. Пожалуйста, мне водички сюда. Пожалуйста. Очень удобно, говорю вам, друзья, и очень красиво иметь такой вот собственный кулер у себя в доме. Звоните и заказывайте. Ну и кроме того, конечно, это высококачественный материал. Ведь когда мы говорим о пищевых продуктах, когда мы говорим о воде, то это должна, там, самое главное является и гигиена. А у нас здесь высококачественная, нержавеющая сталь, матированная, очень красивая, которая не подвержена никаким влияниям внешней среды. И такой, действительно, очень приятно иметь такой термопод дома. Именно поэтому многие домохозяйки отказываются от обычных чайников и решают в пользу вот такого вот термопода. Очень удобно и красиво. И правда, если пришли гости, ну, поставила ты такую красоту на стол, и все восхищаются, и всем хватит воды. Ну и кроме того, и можно поворачивать на 360 градусов. То есть всем удобно, все вокруг обеспечены горячей водой. Красота. Ну и, конечно, еще раз повторюсь о гигиене. Потому что гигиена на кухне-то всегда, ну, самое важное, я думаю. А у нас высокогигиеничный материал, из которых изготовлен этот чайник. Ну и, кроме того, он высокопрочный, да, особо прочный. Если он даже упадет, то ничего с ним не произойдет. И вода не прольется, и чайник у вас не пострадает. Ну, а у нас такая удобная ручка, что, в принципе... Кстати говоря, нам же его еще не нужно переворачивать. Потому что, когда мы наливаем воду, он стоит себе на месте. Что очень важно, если у вас есть дети, или если у вас есть престарелые родители, которым его тяжело поднять. Точно так же я хотела бы еще немножко добавить, что корпус чайника, он... То есть, вы смотрите, температура в данном чайнике 98 градусов. И я могу спокойно его трогать, дотрагиваться и не обжигаться. То есть, корпус чайника всегда останется холодным. Ну и, кроме того, вот это удобство, когда у вас круглые сутки есть горячая вода, оно просто неоценимо. А у нас прекрасная цена для вас, друзья. Поэтому приобретайте его и наслаждайтесь. Ну и, конечно, бренд-майор, друзья. Я все время, знаете, забываю про это говорить, когда ты вот уже известный бренд, когда люди уже им довольны, все время забываешь сказать самое важное. А ведь это очень важно, друзья. Номер один на рынке. Зарекомендовавшая себя марка. Также мы можем приготовить здесь кортистальное пюре. Для этого мне понадобилось пол-литра горячей воды. То есть, обратите внимание, мы уже приготовили и зеленый чай, и черный чай, и кофе. И заварили лапши супчики. И при этом еще успели приготовить пюре. А потому что все быстро, потому что нам не нужно было кипятить воду или ждать особую температуру, если нужно при более низкой температуре все заваривать. И вот так вот мы быстро приготовили из двух наших термопотов. Потому что один стоял на температуре 60 и подогревал ее постоянно, а второй на температуре 98. Итак, друзья, звоните и заказывайте прямо сегодня. Ведь сегодня вы получаете в подарок еще и две упаковки чая Челтон. Наслаждайтесь, заказывайте. Ну и, конечно, пускай в вашем доме круглые сутки будет горячая вода, кипяток, для того, чтобы вы всегда могли отпить чайку со своими близкими и любимыми.